Здравствуйте! Ну что же, шмякнулась очень здорово. Несмотря на то, что мы с вами недели три назад или четыре говорили о том, что рынок вполне может провалиться. Провалился он значительно, ну, хоть и предсказуемо, но все равно страшно, откровенно говоря. Ну что, данное падение многие сравнивают с кризисом 2008 года и проводят прекрасные параллели. Говорят о том, что хуже было только в 2008 году. Но, откровенно говоря, я, конечно, такой не спец по кризисам, да, но были и ситуации сложные, которые приходилось переживать, поэтому хочу вам сказать, что кризис на кризис не приходится. И все они немножечко уникальны, и в том числе и уникальный кризис именно вот этот вот. Чем он уникален? Во-первых, тем, что сейчас, в отличие от 2008 года, он проходит на рекордно низких процентных ставках. Казалось бы, ну и ладно, что там с ним, процентные ставки низкие и так далее, и так далее. Но, обратите внимание, пожалуйста, на вот этот вот график. Это график доходности, дивидендной доходности годовой S&P 500, акции, входящих в S&P 500, а также 30-летних долговых бумаг. И мы с вами видим, что сейчас доходность больше именно в акциях S&P 500. Аналогичная ситуация была в 2008 году и на тот момент даже чуть-чуть пониже было. А что для нас это с вами значит? Это для нас с вами значит то, что рынок, фондовый рынок способен отскочить. И если этот отскок произойдет, он будет быстрым, энергичным и, так сказать, возможно, хороших цен даже и не дадут. Не дадут время поразмыслить, на поискать точки входа в ланги и так далее, и так далее. Я объясню, почему это может произойти. Представьте себе, что вы владелец крупного капитала. Не того депозита, который у вас есть на счете Форекса, а реально крупного капитала, который невозможно зайти одной заявочкой в покупке или в продаже, а перекладываться нужно из одного в другой. И представьте, что вы тоже терпите определенные неприятности, определенные убытки. И, соответственно, вы заинтересованы в том, чтобы получить хоть какую-то прибыль, но при этом быть достаточно в безопасных активах. Так вот, долговые бумаги, вот эти трижеря, банды, которые являются безопасным активом на рынке в целом, они вам дают определенную годовую доходность. Она фиксированная, она очень низкая, потому что процентные ставки Федеральной зерной системы США на рекордно низком уровне, потому что рынок просит дальнейшее понижение процентных ставок, и они практически нулевые. И тут вы видите, как завалились акции компании, которые можно купить. И купив эту акцию, вы получите дивидендную доходность, которая превышает доходность долговых бумаг. Куда вы побежите? Я думаю, что ответ очевиден, нужно идти в акции. Конечно, вы можете сказать, что ну как же, я сейчас куплю по 200, а если акция упадет на 100 рублей, я же потеряю. Нет, мы с вами говорим о перекладывании финансов. Мы с вами не говорим о маржинальных сделках. Если вы купили акцию по 200, она упала на 100, например, да, то вас же никто не заставит ее закрыть по 100. У вас просто будет валютная переоценка. Но те дивиденды, которые вы будете получать за уже купленные акции, вы все равно их получите. И они все равно будут в годовом выражении больше, чем доходность 30-летних долговых бумаг. Как минимум, у всех остальных долговых бумаг. И более того, если вы не просто купите на все, все акции, да, то и у вас еще останется какой-то кэш, либо какие-то активы, то вы можете докупиться по 100, и тогда ваша позиция существенно увеличится. Но, тем не менее, риск того, что обвал повторится, безусловно, еще есть, потому что много неопределенности в стране нефти. Я не буду говорить, что там происходит. Я думаю, что вы прекрасно смотрите другие каналы, читаете другие источники, и прекрасно понимаете, о чем там идет речь. Но прикол в другом. Вот как только риск дополнительного обвала минует, как только держатели крупных действительно денег, держатели крупных фондов, управляющих крупных фондов, действительно поймут, что этот риск сошел на нет, так сразу же начнется игра в кто первый встал, того и тапочки. Потому что купив сейчас фондовый рынок, да, вы получаете акции по более дешевой цене, которые будут давать ту же самую доходность. То есть доходность выше долговых бумаг. Вот и все. Это все просто объясняется. Поэтому я считаю, что в сравнении с 2008 годом, конечно, да, падение такое же. Скорая, быстрая, бегство резко идет. Вчера S&P 500 останавливали на футешной торговле и так далее, и так далее. Это все меры по остановке. И, к слову говоря, Федеральная резервная система США очень четко реализует эти самые меры. Вот посмотрите график, на которых на верхней части это... Я назвал этот график риск оф, риск он, да. На верхней части это защитные активы. Синим здесь золото. Оранжевым здесь это франк к доллару. Салатовым или каким-то там зелененьким это иенок к золоту. И, пожалуйста, фиолетовое это доходность десятилетних трижерей. Инверсивная. То есть она-то уже пошла в откат. Все пошло в откат. А внизу у нас фондовый рынок США. Соответственно, мы здесь можем наблюдать, что как только из активов и биржев начинают они дешеветь, фондовый рынок начинает дорожать, значит рынок переходит в стадию риск он. И вполне возможно, я это нисколько не исключаю, что вчера прошел пик вот этой вот самой паники. Я, конечно, не буду говорить о том, что больше рынок не упадет. Безусловно, это может произойти, конечно, если мы еще даже будем обращать внимание на такие вещи, как низкая ликвидность. Это ликвидность S&P 500. Согласно данной биржи CME, она находится на рекордно низком уровне. Причем с 28 февраля. Весь март ликвидности в S&P 500 нет. Это, конечно, чревато тем, что могут состояться определенные проливы, что крупные заявки на продажу, что margin call действительно могут устроить огромную шпеленцию вниз, которая вызовет еще margin call и все, и так далее, и так далее, и так далее. Именно по этой причине устраивают планки на фондовом рынке, чтобы не происходило дурацких движений, ничем не обеспеченных. Таких, как произошли на австралийском долларе и на новозеландском долларе против доллара на вчерашнем дне. Конечно, пик кризиса, наверное, произойдет сегодня на российском рынке, но мы поговорим с вами чуть-чуть подольше, попозже. Но в целом, помимо отсутствия ликвидности, у нас еще есть экспирация, скорая экспирация валютных фьючерсов на той же самой бирже Сиемин, они тоже стоит обращать внимание. И это все тоже добавляет неопределенности, наравне с неопределенностью с сделками ОПЕК, наравне с неопределенностью с этим коронавирусом и так далее, и так далее. Но я считаю, что паника вот уже миновала и ФРС, кстати говоря, добавляет. Их задача сейчас не дать рынку рухнуть без лишней необходимости, ну так сказать, максимально, при этом не потратив ресурс. И они это делают. Они увеличили максимальный объем сделок РИПО до 150 миллиардов долларов в день. И надо сказать, что этим объемами пользуются. Например, если мы с вами возьмем данные за вчерашний день, то из запрошенных 113 миллиардов долларов было выдано ровно столько же. И это позитивный момент. Во-первых, позитивный тем, что все-таки Федеральная резервная система США, хоть и на один день, хоть и овернайт, но тем не менее, она дает эти деньги и дает в полном объеме столько, сколько рынку потребуется, лишь бы соответствующие ставки не росли. Кстати говоря, по ставкам они их дают в размере 1,1, что, в принципе, выглядит неплохо. И, соответственно, баланс Федеральной резервной системы США растет из-за этого. Особенно он растет на том, что подрастают именно сделки РИПО. Причем это старые данные, последние данные за четвертое число. А основные вливания были пятого, шестого и, безусловно, девятого. Поэтому мы с вами увеличим, увидим, как баланс ФРС растет. Мы с вами видим, как долговые бумаги США падают. В общем, ФРС на это отчетливо реагирует. Соответственно, я думаю, что мы с вами получим очень неплохую, позитивную динамику по фондовому рынку. То есть, это будет не просто коррекция, а это, возможно, будет настоящий рост. Рост вверх стремительный, возможно, интересный, возможно, безоткатный. Для тех, те, кому не ждут, основаны на чем? На том, что просто снизилась угроза дальнейшего обвала. А по каким причинам она может снизиться? Ну, смотрите, что обвалило рынки. Значит, нефть, да, проблемы на нефтяном рынке. Отсюда у нас многие вещи. Соответственно, если мы с вами увидим, например, восстановление спроса со стороны Китая, конечно, эта нефть подтянет вверх, и она будет подрастать, однако, так сказать, серьезно, ну, это будет очень долго, и, так сказать, возможно, неприятно. Если вдруг Россия даст на попятную, то есть, начнет переговариваться опять с членами страны ОПЕК, да, и может быть, действительно, квоты там как-то поприняются, хотя, честно говоря, очень сомнительная операция, ну, я не знаю, отказаться, сами посудите, да, здесь, так сказать, нечистным пахнет, ну, простая математика, отказаться от сделки с ОПЕК, ОПЕК+, для того, чтобы нарастить добычу собственной нефти примерно на 3-5%, при этом уронив нефтяные котировки на 25%. То есть, на самом деле, выгоды-то никакой Россия здесь нисколько не получила, и мы получили просто шок. Наверное, отказываясь от участия ОПЕК, ребята не знали, что, ну, ребята, министры, да, не знали о том, что такое, может случиться, такой серьезный обвал, но, тем не менее, значит, их идея полностью провалилась, падение на них 25% никак не компенсирует, вернее, рост объемов добычи на 3-5%, которые будут с 1 апреля никак не компенсирует падение нефтяных отметок на 25%. Ну и смотрите, а что еще может, так сказать, спровоцировать рост фондового рынка в целом? Безусловно, это введение КУЕ, или, может быть, даже дополнительное снижение процентных ставок. Смотрите, если Федеральная сдержанная система США понижает процентные ставки, значит, доходность долговых бумаг становится еще менее привлекательна по сравнению с дивидендной доходностью фондового рынка США. Поэтому, это, безусловно, поддержка. А если вдруг Джон Пауэлл объявит о программе КУЕ, то есть, о выкупе, ну, о долговых, об увеличении баланса, то есть, он может предоставить относительно длинные деньги под маленький процент в большом объеме, что позволит взять эти деньги и, так сказать, купить акции, имеющие более серьезную индивидендную доходность. Поэтому, любой позитив, да, ввод КУЕ, либо еще там понижение процентных ставок, лучше, конечно, ввод программы КУЕ, должен хорошо отразиться на фондовый рынок, который должен начать расти достаточно быстро и интереснее, чем это было в том же самом 2008 году, с которым достаточно часто сравнивали. Что делать нашей России? Конечно, с нашей Россией все намного хуже дела обстоят, да, потому что вчера мы не торговались и вот я не знаю как, но московскую биржу умудряется сама себе проблем дожить, да, то она в 19-м году 25-го декабря откроет, так сказать, рынок и в результате чего провалится нефть на 15-е процентов на ровном абсолютно месте, да, на маржин-колах, пролив кровь и порезав всех своих, так сказать, трейдеров и участников рынка, то она умудряется не работать в реально черный понедельник. Поэтому, безусловно, акции упали на европейских площадках на 25%, конечно, ударило по нефтяному сектору очень сильно и наш рубль. где он откроется, но если сравниваться с, так сказать, с мировыми рынками, где все-таки видно, так сказать, форексные цены рубля, то где-то в районе 74-х мы открыться можем, но обращаю ваше внимание, что открытие на 74-е я бы не откупал ни в коем случае, потому что регулятор, а точнее, Центральный банк Российской Федерации прекрасно видит, что происходит, и он с этим сталкивался не раз, не два, и очень понятные меры это повышение процентной ставки либо интервенции. А интервенции есть возможность, у них есть резервы доллары, и они могут их продавать. Поэтому с открытия рынка, если мы там взлетаем на 74 или на 75, то финальный задерг может реализоваться просто на стопах, просто на морженковых чьих-то клиентов, которые будут вполне распродаваться. Ну, об этом мы с вами, конечно, узнаем, уже когда откроется именно московская биржа, но напомню вам, что в какие бы панические настроения не были, я думаю, что наш регулятор это дело станет, как это было в 14-м году, как это было в 16-м году, ну и вполне возможно еще одну такую кремлевскую башню мы с вами здесь увидим. По рынку, по каким идеям? Я думаю, что доллар-японская иена может подрасти, если фондовый рынок пойдет наверх, безусловно, и это произойдет, если, так сказать, вот эта вся паника спадет. Безусловно, я думаю, что S&P 500 будет подрастать, и я для себя отметил уровень в районе 3000, преодолев, который можно будет уже говорить о каких-то длинных позициях. Хотя, те, кто следит за моим авторским YouTube-каналом, Instagram, и Telegram, наверное, уже знают, что я давно нахожусь в позиции, в длинных позициях по S&P 500, жду тот самый рост, но сегодняшняя речь это не уговор себя, что фондовый рынок скоро упадет. Нет, я еще раз повторюсь, я допускаю, что может состояться еще один провал, просто я сегодняшним видеороликом делаю разграничения между кризисом 2008 года и текущими провалами, и акцентирую внимание, что рост, когда он пройдет, он должен быть быстрым, интересным, и, так сказать, возможно, даже безоткатным. Поэтому пристегните ремни потуже, горки еще не закончились.